ну что мои дорогие зрители я вас всех приветствую это у нас рубрика вне сюжета 4 июня 2020 года и сегодня я на самом деле хочу снять такое короткое видео где отвечу на ваши вопросы которые вы спрашивали а именно миша подскажи каталожные номера запчастей которые ты купил в частности прокладок поддонов которые ты купил прокладки клапанной крышки где ты их взял вообще что как там потому что люди уже поселены алюминику некоторые и хотят тоже узнать где можно достать такие прокладки так как в обычной свободной продаже ну их найти сложно попробуем сегодня с этим разобраться да видите у нас такая погода настоящий петербург вот он ну и самое то что нибудь поотвечать на самом деле я люблю такую погоду потому что именно она призывает что-то такое делать пойти в машине что-то пойду поковырять я не знаю что-то вытворять и на что-то поотвечать вот давайте посмотрим на ее виды я знаю очень любите смотреть на нее поэтому давайте мы ее и осмотрим вокруг перед тем как начать да вот она красотка ту-ру-ру-ру-ру-ру и на этом месте будет играть какой-нибудь хороший музон ну что насладились видами теперь пойдемте отвечу на эти вопросы блин чё наперется на самом деле запчасти у нас лежат сзади поэтому пойдемте туда переключившись на вид от первого лица давайте посмотрим что тут вообще у меня лежит из ништяков потому что вам все это интересно я знаю всякие коробки и так далее ну и давайте каталожные номера на экране будем смотреть вот такая вот у нас прокладка я вам ее показывал уже прокладка поддонов от фирмы payan кстати каталожный номер вот вы можете считать кому нужно соответственно это на двойной поддон то есть это прокладка нижнего поддона которая примыкает ко второму поддону ребята обязательно смотрите какие у вас поддоны двигателей если вы уже затеяли менять прокладку поддону посмотрите на форму похожа ли она вот на это потому что часто бывает что ошибаются а вот это вот верхний поддон к блоку вот эта прокладка элринг так каталожный номер каталожный номер вот он 410 050 элринг кому нужно каталожный номер пожалуйста как вы просили теперь самое главное прокладки клапанной крышки давайте поищем какие-то надписи вообще на них да вот я заказал такие вот ко мне пришли давайте вообще их откроем посмотрим что это такое ну как бы типа резина даже тут какие-то выступы что то есть похоже очень на то что нам нужно соответственно т-образный профиль вот мы смотрим видим т-образный профиль вот он такой так ну в принципе прокладка полностью повторяет форму вот она у нас такая форма это вот я заказал из китая уже не авто доками никакими именно из китая напрямую через aliexpress заказал вот известно каждой прокладке прилагаются колечки тоже вот с этих нужно менять тоже не забывать они в принципе ну не не скажу прям одноразовые зависимости от того сколько вас 2 прокладка стояла если у нас там постояла месяц потекла там колечки можно оставить если вы ставили их новыми можно их не менять на второй раз но если она вас простояла там крышка клапанная там три года четыре То колечки надо тоже менять Потому что они уже наверняка подпрохудились И второй раз могут не выдержать Каталожные номера, к сожалению, отсутствуют Но решим проблему так Я вам прикреплю ссылку в описании На продавца, у которого лично я заказывал И от кого я получил вот это все дело На самом деле это напоминает даже не резину Какая-то резина силикон какая-то Я даже не знаю, что это Но вроде как Вроде не, но как-то вроде и поплотнее, чем родная Хотя могу ошибаться Но все-таки, помните, у меня там Кто смотрел, конечно, уже Потому что просмотров у меня на этих видео немного Поэтому я могу сомневаться в том, что именно вы смотрели Но когда я ставил прокладку первый раз Я допустил косяк У меня вот здесь излом получился Короче, я в итоге второй раз крышку снимал И собирал ее с двух прокладок И я подозреваю, что у меня прохудилось соединение Которое я делал То есть, по сути, если поставить аккуратно прокладку И обработать ее Вот этим вот герметиком Виктор Райнс Мы его, кстати, уже использовали, да? В видео с Александром Вот Уже я наносил ему Проверим, кстати, он там не высох Ничего нет Герметика в отличном состоянии Все Вот это все дело мы будем наносить на прокладки Там что-то выпало А, это типа А, это типа как наносить, что ли Вставляет Получается какое-то соединение Ну, слушайте, круто Круто, круто Все отлично А, тут, кстати, еще вот такой есть Я его напрямую наносил А, вот, блин Я, честно говоря, забыл поиспользовать Вот это вот Смотрите, в коробочке из вот этого рейнзосила Кроме самой баночки Вот этой вот, ну, точнее, тюбика Прилагается еще Вот такие вот ништяки Вот это вот продевается Соответственно, кстати, можно и сейчас даже накрутить Оно у меня тут Оно, кстати, и даже не продырявлено Блин, я что-то тупанул, забыл Посмотреть, что там в коробке Вот Вот так вот герметик Кстати, герметик такого Асфальтового цвета Поэтому не пугайтесь, кто его купит Я сначала тоже думал, что он какой-то белый Может быть, нет, он такой асфальтовый прям Вот Написано до 300 градусов Выдерживает совершенно спокойно Ну, это хороший реальный герметик Так что будем все это обрабатывать Так что, ребята Ссылочка в описании я приведу Запчасти, где я заказывал именно Потому что по факту, да Вот меня люди просили раньше Миша, подскажи вот эти вот прокладки Где их заказать То есть я не стал ничего говорить Я говорю, ребят, давайте так Я вот сам лично закажу Вот если до меня все в целости сохранности дойдет В полной комплектности, как я заказывал Тогда я вам дал ссылку Потому что дам ссылку, если я не проверю А потом на меня погонишь Что ты мошенников даешь Там еще что-то Нет, я сначала на себе проверил Что у меня дошло лично Все с Китая нормально Вот в таком виде не порвано Ничего, все вообще огонь И никаких повреждений нет То, что вот у меня комплектная прокладка Когда я ее достал В трещинках каких-то бывают Кстати, тоже подозреваю, что это сказалось На том, что она могла побежать Здесь все цельное Я заказал две Как бы про запас Потому что я допускаю, что Я не виртуоз Автомобильного ремонта Поэтому я могу допустить Косяки При установке такой прокладки И поэтому взял две На всякий случай Может не пригодится, конечно Но всегда про запас Пусть будет Оно срока годности не имеет И мало ли, когда понадобится Еще крышку вскрывать Что угодно Может какие-то сальники Поменять надо будет Еще что-то Такая вот хрень Кстати, положу ее в эту коробку Да, я уже показывал вам Да, вот термодатчики Вот такие вот А вот это у нас получается Хэла А вот это люди сказали Ты прям выброси сразу его Потому что, блин, говорят Автомега работает там Один из четырех датчиков Только Ну, короче говоря Я так сделаю Когда будет времечко Просто я Вот этот датчик положу В кипяченую воду В горячую точнее И мультиметром Просто промерю на замыкание Вот эти контакты Замыкаются они или нет Да и все Проще всего будет сделать Хотя вот не знаю Как опять же Все это надолго В данный момент У меня вентилятор Кстати говоря, ребята Он замкнут То есть, соответственно Он работает постоянно Поскольку я решил Не рисковать больше мотором Я его замкнул Теперь он все время работает И пофигу В принципе Учитывая как он работает Он не садит Ни аккумулятор Ничего В принципе Летом это даже Ну, в плюс пойдет Это понятно Что там зимой не стоит Чтобы он постоянно холодил Мотор у нас не согреется А непрогретый мотор Вот и не очень хорошо На нем ехать Вот Так что все Я надеюсь вам Чем-то помог Я не знаю На что вам ответил Но он дал ссылки В описании Каталожные номера Которые у меня у самого есть Но видите Не все бывает Так как мы хотим Как-то так Все, ребят Наверное побегу домой Потому что Ну такая погода Нет, я люблю дождь Я люблю Петербург Я обожаю свой город Просто Как сказать Что-то именно снаружи Выйти сейчас сделать Не очень Ну вот такая именно Атмосфера располагает Пойти что-то Записывать Какие-то ответы Поговорить о чем-то То есть Тут создать Такую камерную обстановку Может быть потом еще выйдем Кстати Пишите интересные Какие-то вопросы Пока у нас дожди идут Может быть я тут устрою Вот такую лампу Обстановку Прожектора Здесь все повешу Будет красиво И посидим О чем-то пообщаемся Вот Но пока таких вопросов Я либо не помню Либо их нету Не знаю Короче Пишите что-то интересное Всегда ваше мнение Интересно послушать Все ребят Всем счастливо До скорых встреч